Северный парк, преобразившийся благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», продолжает благоустраиваться. На прошлой неделе там появилась новая аллея из ЛИП, высаженная сотрудниками Роснефти. На этой неделе, благодаря помощи предпринимателей из станицы Петровской, вольер с птицами пополнился новыми обитателями. На Славинской земле теперь будут обживаться африканские страусы. Вольер для птиц, оборудованный в Северном парке, по-научному называется авиарий. На сегодняшний день здесь уже обосновались фазаны и цесарки. К новым условиям пернатые быстро адаптировались и прекрасно себя чувствуют. Кормят их дважды в день, регулярно убирают в вольере и следят за здоровьем подопечных. Прежде чем попасть в авиарий, все птицы, а их 24 особи, были привиты. На этой неделе птичник пополнился еще двумя новоселами – страусами, которые будут жить по соседству в более просторном вольере. Ценный подарок городу сделал предприниматель станицы Петровской, занимающийся разведением этих экзотических птиц. Доставили их на новое место жительства в специальном автоприцепе с маской на голове. Страус – птица строптивая и опасная, поэтому вольер нового обитателя выпускали максимально осторожно, чтобы он никого не травмировал. Страус – самая большая птица в мире. Его рост может достигать двух метров, а вес – более ста килограммов. Кормить будут комбикормом, мелкорубленными травой и сеном. Шество над авиарием взяли юные натуралисты. У них уже есть опыт работы с животными. Они изучают и ухаживают за белками, живущими в вольере в сквере Аллеи Любви. Теперь они будут изучать и страусов. Мы очень много изучаем литературы. И опыт-то уже со страусами есть и в других зоосадах. Будем налаживать и в нашем авиарии. Будем читать. Но я думаю, что к каждому, вот если мы попадаемся в новое место, нам нужно привыкнуть. Привычка вырабатывается от 20 дней. Точно так же от 20 до 40 дней, я думаю, привыкнет наш страус. Но будем стараться что-то улучшить его жизнь, и чтобы было всем комфортно. Появление страусов вызвало большой ажиотаж среди посетителей парка. За переселением птиц интересом наблюдали дети и взрослые. Этих птиц нельзя назвать дружелюбными. Поэтому не стоит подходить близко к вольеру и подпускать к нему детей. Я призываю жителей нашего города Славянска-на-Кубани, что для всех птиц, для всех пальцы, ваши пальцы, ваших детей – это еда. Самое главное – берегите. Не надо ничем их кормить. У них рациональные корма. Все для них приспособлено. Самое главное – берегите свои руки, потому что, чтобы они их не съели. Это в первую очередь зависит от безопасности от вас самих. В вольере будут жить два страуса. Это взрослые самцы, которым по 6 лет. Это достаточно молодые особи. Продолжительность жизни этих птиц доходит до 70 лет. Пока экзотические обитатели обживаются на новом месте, на странице станции юных натуралистов Instagram стартует конкурс на лучшие имена для новоселов. Вы также можете поучаствовать и предложить свои варианты, как назвать страуса. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова